Памил весь чат, но все равно задам я его. Что значит нести крест Иисуса Христа и почему мы его должны нести? Хороший вопрос. Мизгускал. Да, Рамтиан, я как житель Бурхана, где живет Иисус Христос. Он не просто живет, он... Иногда он проводит по-нашему... Так, это у нас не телевидение. Да, аналог вашего телевидения, который есть в каждом доме Бурхана, он проводит, можно сказать, такие проповеди, которые доступны каждому. Иногда. Да. И вот он рассказывает о многих вещах, о чем говорил и на Земле, и во многих мирах, где воплощался. Что касается нести крест. Дело в том, что когда он рассказывал своим ученикам, давал заповедь, возьми свой крест и следуй за мною, а тот, кто этого не сделает, не может быть моим учеником. Что он имел в виду? При... Да, в том времени, когда он это говорил, он знал все варианты своего будущего, как первородный дух, которому это открыл Бог, он... Да, как первородный сын Божий, которому открыл это сам Бог, он знал и тот вариант, что исполнится, а насчет распятия на кресте. И что он будет сам нести крест для своего распятия. Так вот, он эту заповедь давал своим ученикам в образной форме. Я сейчас переведу с образной формы на обычную, потому что на Бурхаде детей, ну то есть людей, гуманоидов на Бурхаде учат с раннего детского возраста, как различать образы, что они означают. У вас, к сожалению, на земле в школе этой науки не пропадают, да. Так вот, образ креста, он был непосредственно связан с образом распятия на Голгофе и его жертвы. Свою жертву, великую жертву за людей, Иисус Христос совершил только по мотивам своей любви, абсолютно добровольно. Никто его не то что не заставлял, никто даже не просил его это делать. Он сам добровольно на это пошел, чтобы помочь людям повысить свои вибрации. Но для того, чтобы это сделать, он должен был перенести определенные испытания. То есть без креста, на котором его распяли, не было бы этой жертвы, и не было бы повышения вибрации так, как он задумал. Так вот, когда он об этом говорил ученикам, возьми свой, кто хочет быть моим учеником, кто хочет быть моим учеником, пусть возьмет свой крест и следует за мною, он имел в виду, что эти слова прочитают потом в будущем уже те, кто будут знать про его распятие и про тот его мотив, по которому он это делал. Так что он имел в виду? Он имел в виду, что если вы хотите, безусловно, любить, безусловно, любить – это всегда приносить жертву. В чем жертву? Потому что это именно, безусловно, любовь. То есть она не требует замен, не просит замен никакой взаимной выгоды, там, отдачи или платы за нее. Это и есть жертва в том, что человек ощущает себя просто источником. Жертвует при этом он не просто людям, которым он отдает свою любовь, он жертвует это Богу. За ту энергию, не то, что за ту энергию, он это отдает бескорыстно, свою любовь, каждому воплощенному духу, как части того Бога, в которого он верит, и частью которого является он сам. Но для его физической, если он воплощен в физическое тело, и для его физической части существа, это жертва в том смысле, что при этом он не занимается, например, своими там делами, которые могли бы полностью удовлетворить все желания физического тела. То есть он просто тратит время на безусловную любовь в каких-то своих действиях. Но при этом его физическое тело, оно приносит некоторую жертву. И здесь крест, он был символом не просто приношения этой жертвы, а вот этого пути, по которому человек проходит путь сомнений, тревог, отказа там от своих эгоистических целей ради вот этой вот безусловной цели, которую мы сейчас обозначили, безусловная любовь, бескорыстная любовь, свет, счастье, радость и излучение этого во весь окружающий мир. Это путь, действительно, путь любви, путь сердца, который известен во всех религиях. И здесь не обойтись без тех сомнений и тревог, что человек хочет оставить этот путь и вернуться на путь материалистическое восприятие и материальной жизни. И это и есть нести свой крест, то есть не бросать его, вот этот вот крест, вот это вот состояние отдачи. Еще нужно вспомнить, что крест, он имеет четыре окончания, то есть всем стихиям. Его распяли на кресте, который был древнеязыческим алтарем. То есть он отдал свои энергии во все плазмоидные цивилизации. Воды, воздуха, земли и огня. Также нести крест, это значит на все четыре стороны, во все стихии, во все народы земли отдавать эту любовь. Отлично. Вообще по поводу Христа